Огромное многоканальное видео, где какие-то степфордские женщины пытают молодых адонисов и христосиков, мне вспомнило знаменитое изображение святого Себастьяна, которого часто представляют в эдаких трусиках откляенной и с блаженной улыбкой на лице. Старый искусствоведческий вопрос вопрошает, почему же он не мучается, почему у него такое блаженное выражение лица, а потому что пытка это технология извлечения правды. И гламур своей оборотной стороной имеет тоже познание представления о человеке, о том, что спрятано у него внутри. Поэтому попробуем тоже не улыбаться и посмотреть на современного человека через призму разных новых визуальных технологий, как нам предлагают сегодня в Манеже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старые боги, новые боги, средневековые гравюры серии «Перевернутый мир» или античные представления об Олимпе, все это теперь совершенно не модно, не актуально. Вот они, новые боги, целый алтарь. Мы молимся не только им, но и самим себе. Новое прочтение мифа о нарциссе состоит в том, что мы все зачарованы собственным отражением, аватаром, можем долго любоваться на самих себя. И все человечество в целом находится в такой ловушке нарцисса. Вот вам религия, которая возможно примирить народы. И в шутку, и всерьез. Редактор субтитров А.Семкин Безусловно, эта выставка, она чрезвычайно богатая, сложная, насыщенная. И здесь нужно провести не один час для того, чтобы посмотреть все и постараться все это осознать. Поскольку искусство С плюс Ф, оно, конечно, многогранное, но сложное, очень насыщенный визуальный язык, которым сочетаются современные тренды и классический бэкграунд. И все это сплетается в какие-то единые такие фантасмагории, которые мы видим не только на видео, но также в цифровых картинах, в цифровых флажах, в скульптуре. Поскольку художники работают не только самыми современными технологиями, также обращаются к таким традиционным техникам в искусстве. Может ли журнал Космополитен нам что-то объяснить в древних мифах, например, мифе о нарциссе? Может ли девушка с обложки плейбоя остановить джихад? И вообще спасет ли мир гламур? Вот о таких вопросах совершенно глобального свойства приходится задуматься на новой выставке в Манеже. Все мы привыкли легкомысленно относиться к гламуру. Ну, дескать, что это за искусство? Однако сегодня приходится осознать, что гламур выполняет функцию и нового искусства, и новой религии, нового взгляда на мир. И поэтому, если есть какая-то объединяющая современный мир идеологию, так, чтобы дошла аж до тропической Африки, то это, наверное, действительно модная глянцевая философия. Это триумф визуальности, это общество, где спектакль стал спектаклем в спектакле, в спектакле. И поэтому вот эти вопросы действительно глобального свойства будет задавать себе каждый зритель, который окажется в роли персонажа этой выставки. Его будут мягко и нежно пытать, так что он даже этого не заметит. Субтитры создавал DimaTorzok